Хватит рассчитывать на план Б. Побеждайте. Когда вы собираетесь на экзамен, с собой вы обязательно берете запасную ручку. А отправляясь на работу, продумываете маршрут и точно знаете, где можно будет свернуть в случае пробки. И обычно, начиная бизнес, мы откладываем часть денег на тот случай, если спрос на вязаные свитера с котиками окажется не таким уж и высоким. Но некоторые исследователи считают, что резервное планирование мешает нам достигать успеха. И вот почему. Всем привет! С вами Алексей Кравченко, основатель Академии консалтингового бизнеса. И это мой подкаст «Продуктивность предпринимателя». В этих видео я делюсь с вами интересными идеями, инструментами, которые позволят вам повысить свою эффективность в работе или бизнесе. Ну и, конечно же, рассказываю вам о своем личном опыте. Поэтому скорее подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Нам часто кажется, что проработка условного плана «Б» не такая уж и плохая идея. Особенно он хорош для небольших целей вроде переезда. Но и перед лицом огромных перемен мы чувствуем себя спокойнее, зная, что продумали пути для отступления. Но если вы подготовили запасной план для каждого вашего шага и решения, расслабляться точно не стоит. Продумывая все наперед, вы делаете себе только хуже. Жизнь становится сложнее, а вы ленивее. Кристофер Наполитано, психолог из Цюрихского университета, считает, что зачастую люди неверно составляют резервный план и допускают очень много ошибок. Когда даже план «Б» не срабатывает, это значит, что человек не понял, как проработка пути отступления отвлекает его от работы над основной задачей. В своем исследовании Наполитано утверждает, в некоторых случаях резервный план делает нас менее успешными. К счастью, есть несколько способов перестать надеяться на план «Б». А если и просчитывать пути отступления, то делать это только правильно. Неудача или туз в рукаве? Наличие запасного плана влияет на то, как вы работаете над достижением своей цели. В зависимости от ситуации, это может помочь или помешать вам. Наполитано не считают план «Б» однозначным злом, ведь все мы были в таких ситуациях, когда приходилось развернуться и бежать по намеченному пути отступления. Резервный план – это отличная подстраховка на тот случай, когда продуманный курс действий идет наперекосяк. Также он помогает нам стремиться к мечте, подпитывая амбиции и делая намеченную цель менее пугающей и далекой. Многие люди говорят, что создание резервного плана дает им смелость и поддержку, необходимое для того, чтобы начать работать над сложной задачей. Но иногда план «Б» лишь тяготит нас. Представьте себя на месте фотографа, который собирается на важную съемку. Он может перестараться и набить сумку таким количеством запасных объективов, что потом и не поднимет ее. Кроме того, наличие готового резервного плана может ослабить ваше желание действовать согласно плану «А». Оказалось, что многие люди готовы отказаться от своих стремлений без особых колебаний, переходя к запасному плану, как только сталкиваются с трудностями на пути к мечте. Исследователи провели эксперимент. Участников попросили бросать шарики для пинг-понга в большую корзину для мусора. После нескольких бросков человек мог поменять снаряд и начать бросать мячики для тенниса. Они более крупные и тяжелые, ими легче попасть в цель. Правда, нужно слегка изменить тактику броска. В этом конкретном примере все понятно. Перед каждой попыткой человек должен был сначала откалибровать свой прицел и силу броска, но если отвлекаться и думать о другом, то попасть в корзину не получится. Наполитано приводит и другой пример. Чем больше студент надеется на списывание и пересдачу, тем хуже он сдает основной тест. Учащиеся справляются не так хорошо, как могли бы, и все потому, что у них есть план B. Конечно же, подобные выводы справедливы не для каждого из нас и зависят от индивидуальных особенностей, контекста и поставленной цели. Как же построить полезный план B? Наполитано считает, что существует несколько эффективных способов составления запасного плана. Один из них – это создание условного резервного плана, который вряд ли сможет отвлечь вас от достижения основной цели. Чтобы построить такой план, вам нужно сформировать, как и при каких условиях вы отказываетесь от плана А и переходите к плану Б. При каких условиях вы откажетесь от стремления к своей мечте? Напишите свои комментарии. Преимущество условного резервного плана состоит в том, что вы должны поставить четкие сроки. И вы не будете думать об отступлении, пока не настанет дедлайн. Другие варианты резервного планирования обычно имеют более размытые рамки и предполагают отказ от цели в какой-то неопределенной и очень туманной точке. Вы можете оказаться в неудобном положении, когда создаете неопределенный запасной план. У вас не будет четкого ориентира, который подскажет, когда же нужно переключаться конкретно на план Б. Для такого плана характерны формулировки вроде «я пойду к профессору, когда пойму, что не справлюсь с материалом» или «я пойду к профессору, если получу такой-то результат за тест». Однако важно понимать, что неопределенный резервный план – это не так плохо, как кажется на первый взгляд. Он очень хорош в ситуации, когда у вас нет никакого опыта, вы слабо представляете каждый свой следующий шаг и не уверены, в какой точке следует перейти от основного плана действий к запасному. Прежде чем ставить себе дедлайны, вам стоит больше узнать о своей цели и собственных способностях. Еще один хороший вид резервного планирования – это отсутствие резервного планирования. Некоторых целей легче достичь, если вообще не просчитывать пути отступления. «Действуй по ситуации» – знакомое это выражение. Речь идет именно об этом. Таким образом, каждая ошибка – это новая информация, в соответствии с которой вам нужно будет лишь немного скорректировать план А и двигаться дальше. Все зависит от того, насколько высоки ставки. Оцените стоимость провала и решайте сами, нужен вам план Б или нет. А с вами был Алексей Кравченко. Я традиционно желаю вам успехов во всех начинаниях. Удачи, пока!